Домашние задания Что из-за большой нагрузки у школьников просто теряется интерес к учебе А давайте посмотрим на исследования Международной организации экономического сотрудничества и развития Которая регулярно изучает эффективность школьного образования по всему миру Так вот, в 2016 году Россия занимала первое место по объемам домашних заданий Российские школьники тратят 10 часов в неделю на выполнение заданий вне школы Следующие строчки рейтинга занимали Италия, Ирландия, Польша, Испания Где школьники тратили в среднем около 6, максимум 6,5 часов в неделю на домашку То есть можно сказать, что у нас самые трудолюбивые оказались школьники Ну, как-нибудь вдвое трудолюбивые При этом по качеству общего школьного образования 15-летних школьников из России Остались на уровне ниже среднего 33 место примерно рядом с Испанией и Италией Вот хорошо ли это или плохо быть в середине списка? Давайте это и попробуем выяснить Ну, собственно, на самом деле, говорить-то мы будем о том, нужно ли домашнее задание, как вам кажется, российским школьникам Нужно ли его отменять? На что это время лучше тратить школьникам? И о том, как может измениться в таком случае система российского образования У нас в гостях победитель конкурса «Учитель года России» 2009 года Преподаватель физики Вадим Муранов Здравствуйте, Вадим Здравствуйте Вы за или против этой инвестиции? Смотрите, да, судя по этой статистике Наши школьники убиваются за домашним заданием больше остальных, а толку нет Ну, убиваются, скажем так, не все школьники Среднестатистический школьник убивается Да, ответственные школьники действительно убиваются И причем, чем более ответственный школьник, тем сильнее он убивается Это правда На мой взгляд, вот это предложение должно поступать не в виде указания к действию А в виде, опять-таки, освобождения учителей Я бы на месте депутатов подумал, как бы отдать это на решение самим учителям Вполне каждый учитель способен сам решить для себя Нужно ли ему задавать школьникам задания домашние В каком объеме задавать Очень зарегламентирована и эта область тоже в школах, не секрет Учителя вплоть до отчетов, там, сколько времени должен потратить среднестатистический школьник На его домашнее задание, должен нам сидеть там что-то вычислять На самом деле, на мой взгляд, если учитель видит, что он вполне себе успевает за урок объяснить все, что ему нужно И домашнее задание в этом случае можно не задавать То я думаю, что учитель это может решить и сам Без указаний свыше и без решения министерства Есть такие предметы, которые невозможно оставить без домашнего задания Да, есть, в конце концов, да, есть такие предметы Да, математика, я согласен, русский язык То есть писать, считать, надо дома понемножку тренироваться Потому что, в конце концов, и математика, и русский язык Ну, по крайней мере, до девятого класса это все-таки больше тренажер Тренажер для развития мозга И отказываться от этого совершенно нельзя С другой стороны, в ряде предметов Я даже за свой предмет могу сказать, за физику Я вполне могу в некоторых случаях, и даже в большинстве случаев Не задавать домашнего задания Если я все объяснил, и дети все поняли, и дети знают, как действовать дальше Больше того, скажу, самостоятельность школьников развивается гораздо лучше Если им ничего не задавать, но предупредить, что на следующий урок будет самостоятельная работа Или контрольная, предположим А они сами, если им это надо, они сами подготовятся Они сами сделают, что нужно У меня были случаи, когда дети сами приходили и говорили А задайте мне еще что-нибудь Задайте мне, пожалуйста, там кучу номеров Я хочу разобраться, я хочу понять И в этом сразу виден интересующийся ученик Сразу видно, кому это действительно нужно А остальным, если это не надо, зачем насиловать, в конце концов, детей По большей части вообще это касается, я бы даже сказал, начальной школы Здесь насилие происходит не над детьми, а над их родителями Которые там до ночи лепят что-то, делают, клеют А потом это выдается за работу ученика Хотя понятно, что ученик сам это не делал Потому что он до шести часов на кружках и секциях И после шести заставлять ребенка делать еще какие-то дополнительные задания Это просто сумасбродство Спросим наших зрителей, что они думают Сейчас запускаем голосование для вас Отменить домашнее задание Вы за или против? Отвечайте да или нет На короткий номер сейчас все данные на ваших экранах А вот что пишут наши зрители Согласны, дети устают, родители работают допоздна Уроки делают ночью, дети не высыпаются Уроки надо делать в школе с учителями А не после школы с родителями-репетиторами Но резонно добавляет один наш зритель Что ученикам-то будет хорошо А вот как изменится работа учителя? Вы говорите, что умеете как-то зажечь своих школьников Привить им интерес Они сами к вам приходят и просят домашнее задание Но не все учителя, как говорится, одинаково полезны То есть получается, что нагрузка на учителя вырастет довольно серьезно Ему нужно будет все успеть дать И сделать еще так, чтобы это в голове как-то утрамбовал Да, вот поэтому наши уважаемые депутаты должны подумать Не над тем, отменять ли домашние задания А как снизить дурную бумажную нагрузку на учителя Которая нереально велика И заменить ее профильной нагрузки Да, надо совершенно другими вопросами заниматься Которые реально действительно влияют на качество и снижают его Это перегрузка учителей Это ненормальное количество бумажной ненужной работы Это дурная обязаловка по поводу электронных дневников и прочего Всей ерунды, из-за которой учитель вынужден сидеть за компьютером до вечера Потом еще готовится к урокам и так далее Освободите учитель от всей этой мишуры ненужной И он все успеет за урок Вот и все Послушаем наших зрителей У нас на связи Дмитрий из Кемеровской области Добрый вечер Алло Да, да, здравствуйте Здравствуйте Это Диппир Петрович Санисаров Звонится из города Кемеровской области Да, слушаем вас Да, здравствуйте Мне хочется сказать, что нельзя отменять домашнее задание Так как дети и так его практически не делают А если мы совсем его отменим То тогда дети и не будут вообще ничего делать А если мы задаем домашнее задание Они хочут что-то, но что-то делают А если ребенок что-то делает Это не бывает никогда А может для ребенка, который провел несколько часов Там иногда это 7-8 роков в школе полезным Быть другая деятельность Прогулка, спорт, игра Ну, после школы он ведь отдыхает какое-то время И поэтому ему надо вспомнить, чем он занимался Повторение мачучений И поэтому домашнее задание просто необходимо А вот то, что надо учителя освободить от бюрократии Это точно Потому что я бы лучше с ребенком позанимался Но у меня эти планы, конфеты не дают просто заниматься с ребенком Это очень жалко, очень плохо Спасибо за вашу точку зрения Может вы сегодня изменить подход к самой идее домашнего образования? А вообще получается же, что ребенок, который ходит в школу на 6-7-8 уроков А потом приходит домой Он же работает У него рабочих часов больше, чем у нас с вами У нас об этом я и хотел сказать Вот как раз сторонники домашнего задания Мне им хочется задать такой вопрос А вот человек, который пришел с работы домой вечером Он будет в восторге от того, что его ждет еще одна работа А вот перерывчик поешь Ну, можешь прогуляться немножко вокруг дома И такая же работа еще часочка на 3-4 Я думаю, что никто не будет в восторге от этой идеи А детей мы этим нагружаем И на самом деле, как не совсем справедливо было сказано Что если их не заставлять, то они вообще ничего делать не будут Вот это как раз неправда Это совершенно неправда Если ребенка не заставлять, он рано или поздно Да, нужно немножко потерпеть Возможно, будет период, когда они ничего не будут делать Но потом они поймут, что что-то делать все равно надо А если их еще и чем-то заинтересовать Они все равно будут И это будет их сознательный выбор Он будет гораздо полезнее, чем тупое сидение за ненужными уроками Более того, они делают их некачественно Они подчас там списывают где-то с готовых домашних заданий Это бессмысленная работа, никому не нужна Как не нужна бессмысленная работа по переписыванию Там с учебников, тетрадь, вот эти конспекты Это бред сумасшедшего Давно пора уже от него отказаться Да, говорили, что в Советском Союзе все делали домашние задания Другая была система Другое было образование Другая была страна Но ведь есть же, скажем так, не гипотеза А подтвержденные какие-то исследования О том, что если человек пишет шпаргалки Но и не пользуется ими, то он запоминает что-то То есть есть момент переписывания и откладывания в памяти Но с другой стороны, есть и другая сторона медали О том, что если человек находится в серьезном таком вот прессинге в школе Потом приходит еще и дома То у него получается, скажем так, отторжение процесса обучения Конечно, отторжение абсолютное И более того, ребенок, по сути, даже в некоторых случаях Я думаю, даже таких случаев немало Находится в состоянии стресса Он чувствует, что он что-то недоделал, не успел На него там нажмут, здесь нажмут А в таком состоянии учиться, поверьте мне, очень неинтересно Из года в год И даже опасно А вот нам пишут Внучка ходит к репетиторам в спортивную школу Устает, сколиоз Школу не любит Это еще один диагноз Не любит школу Мы продолжаем наш опрос Мы спрашиваем наших зрителей Нужно ли отменять домашние задания в школе И к нашей беседе присоединяется автор федеральных учебников И учебных пособий Учитель практик начальной школы высшей категории Ольга Узорова Ольга Васильевна, здравствуйте Слышите ли вы нас? Да, здравствуйте Очень хорошо слышу Как вы и ваши коллеги отреагировали на предложение депутата Отменить школьные задания Дать детям возможность отдохнуть Наконец-то Ну, знаете Я сейчас внимательно слушала коллегу Я поддерживаю его полностью в том Что Лучше все-таки нашим депутатам не давать указания Как работать учителям Можно предложить какой-то вариант работы Потому что действительно каждому учителю виднее Когда, при какой теме, какому классу, какую домашнюю работу Задать или не задать Я поддерживаю полностью коллегу Про то, что сейчас учителя реально загружены Письменными Отчетами Это безобразие Потому что учителя все меньше и меньше времени На то, чтобы подготовиться к уроку Сделать его интересным и зажигательным Зажигательным Теперь Значит так Я учитель начальной школы Сейчас буду говорить про начальную школу Так Значит, в чем я не согласна с коллегой Я приглашаю его посетить уроки учителей начальной школы Может быть в той же школе, где он сам преподавил Дело в том, что в начальной школе мы учим детей учиться Вот смотрите 90% времени, проведенное ребенком дома Не связано с системным обучением А мы сейчас говорим про системное обучение Школьникам учебным навыкам Дело в том, что знание, которое получил ученик на уроке Даже при очень внимательном прослушивании урока Это концентрированное запоминание Оно переводит полученную информацию Только в оперативную кратковременную память А ему нужно же, чтобы стоять на это все Понять Да Ученику нужно для того, чтобы он потом смог воспользоваться полученной информацией Он должен эти знания перевести в долговременную память А для этого необходимо повторение И вот как раз давно уже было замечено Что чтобы знания, полученные на уроке Если знания, полученные на уроке, повторяются и закрепляются через 3-4 часа Они тогда переходят в долговременную память Понимаете, да? Да То есть можно хорошо не задавать дома Но тогда надо повторять изученное в классе через 4 часа Понимаете? То есть здесь вот именно поэтому домашнее задание Лучше выполнять в день его получения Потому что именно так ребенок не потеряет ту информацию, которую получил на уроке Вадим, вы согласны? Уважаемые родители, уважаемые коллеги Обсудим Как раз способность мыслить самостоятельно Развивает намного больше домашнее задание, чем работа в классе под руководством учителя Еще раз напоминаю, что сейчас мы говорим про начальную школу Где учителя учат детей отрабатывать базовые учебные навыки Смотрите Когда ребенок сидит на уроке Ему учитель говорит Смотри, вот сейчас урок математики Ты открываешь учебник на такой-то странице Делаешь такое-то упражнение Потом мы работаем с доской Потом ты вот это записываешь в тетради И вот сейчас ты устно отвечаешь То есть на уроке учитель дирижер Дома ученик сам себе дирижер Понятно Ольга Васильевна, можно я сразу спрошу вас А сколько тогда часов должен ребенок тратить в день На то, чтобы закрепить материал дома? Какой максимум вы считаете нормальным для его здоровья и развития? Один-два часа в редких случаях, в очень редких То есть там, когда готовится какая-то там презентация Ну, три-четыре часа Для младшей школы, еще раз, да, мы повторяем Для младшей школы, да Хорошо, а что делать со средними школой? Это один-два часа Что нам делать со средними и старшими школьниками? Особенно старшими, которые готовятся к поступлению И огромный объем знаний получают каждый день Смотрите, вот именно Я могу как учитель практик говорить про начальную школу Что я знаю не как учитель практик Как методистов про среднюю школу Что как раз в 10-11 классах Очень часто учителя не задают домашнюю работу Именно потому, что дети посещают курсы Уже дети научены навыкам самообразования Понятно, да То есть, дело в том, что вот С моим уважаемым коллеги Учителю физики Наверняка приходят дети, которые, ну, например Знают хотя бы таблицу умножения А я знаю ситуацию, когда Приходит учитель физики, берет класс Дети не знают даже таблицу умножения Понимаете, да, вот уровень Поэтому, конечно, средняя школа Уровень качества образования средней школы Очень во многом зависит от того Какие знания дала начальная школа Спасибо вам большое за комментарии Ольга Узорова, автор федеральных учебников и учебных пособий Учитель практик начальной школы высшей категории Была у нас в эфире Тут же пришло смс от зрителя Вот у меня ребенок тратит на все домашние задания Пять и более часов в день Помимо прочего, шесть-семь уроков каждый день Зато у него все запомнится Да, для начала у меня там встречный вопрос коллеге Без ответа, естественно, я просто вопрос задаю Что если при таком красивом объяснении Зачем нужны домашние задания в начальной школе Для чего их там учат, чему их там учат У меня тогда возникает вопрос Почему же при таком подходе красивом К физику в седьмом классе приходят дети Не знающие таблицы умножения Пардон, чему их учили тогда в начальной школе и как? У меня вопрос сразу к начальной школе И к содержанию образования О котором вообще не говорится Ни уважаемыми депутатами Ни министерством образования Этот вопрос не решается нигде Ни на каких уровнях вообще Вопрос о содержании Я листал, поверьте, у меня трое детей Все прошли через начальную школу А я листал учебники начальной школы Я в шоке Чему должна научить начальная школа ребенка? Читать, считать и писать Все Столько билиберды в этих учебниках Столько лишнего И ребенок должен ковыряться в домашних заданиях Там делать непонятно чего Какие-то презентации Зачем? Объясните мне, пожалуйста, зачем Если для начальной школы Достаточно, чтобы он научился вычислять в столбик Знал таблицу умножения И умел читать и писать Все Не надо ничего больше Уберите вы все лишнее безобразие Которое вы напихали в эти учебники В конце концов Освободите и детей, и себя И тогда Они пытались сделать учебники современными Чтобы детям было интересно самостоятельно Получается, что Учитель математики считает, что часа достаточно Учитель рисования считает, что часа достаточно И прочее, и прочее И набегает 6-7 часов Ну, потому что каждый учитель, как мы знаем С детства, считает, что предметы самые важные Да, понятно, что в начальной школе мне скажут Там же один учитель всего Да, но предметов много И он по каждому предмету задает немножечко А это немножечко при качественном выполнении Может занять очень много времени у ребенка Но либо это будут делать его родители за него Понимаете, это Ну, на мой взгляд С другой стороны надо подходить к этому вопросу Не со стороны там Что домашнее задание необходимо для того Чтобы он лучше запомнил что-то А что он действительно должен запомнить Я сам удивляюсь, когда в 9 классе Дети не могут нормально в столбик посчитать Ну, потому что они запоминали, видимо, слишком много Что тогда они запоминали в начальной школе Что они делали в качестве домашнего задания У меня возникает вопрос Тогда не задавайте им решать уравнение в 3 классе Это бред, сумасшедший Пусть они решают уравнение на алгебре в 7 А в 3 классе пусть они считают в столбик Окей, задайте им 5 столбиков Они сделают за 5 минут, будут счастливы и довольны И они это сделают и повторят Наши корреспонденты спрашивали У жителей разных городов Нравится ли им идея отмены домашних заданий в школах Давайте посмотрим, что россияне думают об этом Отрицательно, крайне Потому что важно, чтобы дети дома сами работали Если домашних заданий не будет, они будут все в планшетах и в компьютерах И так упустим еще одно поколение детей Можно научить уроки Не все же усваивают на урок домашний Учителя не все свои дома повторяют Все равно уже плюс Ребенок должен заниматься, сидеть дома Такие задания сейчас Там же в основном все на логику идет А извините, вечером мозги уже в этом направлении не работают Я считаю, что домашние задания Это то, что ребенок может сделать дома сам Я за такие домашние задания Но сейчас большинство домашних заданий Это же какие-то проекты, грандиозные презентации в пауэрпойнте Или еще где-то, потому что иначе не интересно И это соревнования родителей Меня это бесит Я считаю, что домашние задания Это отработка навыков, которые получены в школе Некоторым детям нужно больше времени Соответственно, либо в два раза увеличивать количество уроков На отработку материала Либо заниматься дома Против Дети будут неграмотные, потому что Если они будут заниматься домашними заданиями Вообще-то я за Потому что дети должны больше гулять на свежем воздухе Потому что сейчас они привыкли в мобильный телефон смотреть Все эти гаджеты Я хочу сказать, что я не только мама, но еще и учитель Поэтому я против того, чтобы отменяли домашние задания Но объем домашних заданий, конечно же, надо уменьшить То есть, когда они дома занимаются Они все равно дома продолжают как-то развиваться немного То есть, по школе сидеть А на улице что я? Куда ему идти? Ему некуда идти Он будет искать себе на свою пятую точку приключений Ну все Поэтому я против Неудачная идея А мы же не поговорили еще о нагрузке родителей Родителям придется чем-то детей занимать Да Вместо планшетов А так как родители сейчас озабочены одним Это заработок То, конечно, многие из них, наверное, будут против А как же? Им же придется самим придумывать развлечения для своего ребенка Или уткнуть его в гаджеты А они же против гаджетов и так далее То есть, это задача воспитания Которая с родителей почему-то снята полностью Перенесена на голову школ А это совершенно неверно Потому что школа Это инструмент социализации Но никак не воспитания Воспитание – это семейная обязанность Это обязанность родителей И они должны разбираться Что давать ребенку, что не давать Какой гаджет покупать, какой не покупать К сожалению, многим родителям выгодно Чтобы детям побольше задавали Чтобы они сидели, торчали у себя там в комнате Неважно, чем занимались Либо была возможность, да, зайти и сказать Ты уроки все сделал И таким образом проявить свой контроль Ну, опять же, еще раз повторяю Это очередной перекос Опять же, не на пользу ребенку Ну, давайте посмотрим, как наши зрители проголосовали Мы спрашивали, отменить домашнее задание Да, ответили 66%, нет, 34% Значит, готовы все-таки родители Готовы, да Заниматься К счастью, это хорошо Становиться педагогами для своего ребенка А будут больше школьников, конечно, по России Ну, тут, наверное, очевидный будет ответ Ну, опять же, главное, чтобы люди не заблуждались в том, что дети ничего не будут делать Они будут, но это будет их собственный выбор Спасибо нашему гостю У нас в студии был Вадим Муранов Победитель конкурса Учитель года России 2009 Преподаватель физики Большое спасибо Спасибо Общественное телевидение России Это независимая площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих нашу страну Мы – некоммерческий телеканал И нам нужна ваша поддержка